ПЕСНЯ Прошу, но тут черга. Я постоянный клиент. Майже оптовик. Извините, пожалуйста, я здесь с утра. Сядьте в очередь. Вы кто? Литва? Да. Ну, добре, чего разорались-то? Ой, извиняйте. Прошу, но я пришел раньше вас. Так, ты кто? Польша. Слушайте, Польша, я сейчас сделаю один звоночек. И будете вы свою клубнику сами собирать. Вот и все. Я извиняюсь, вы брать или возвращать? Возвращать? А что, всю организацию кто-то возвращает? Вот ты, когда корову подоешь, ты что ей молоко обратно даешь? Вот и представь соби, что МВФ, то наша корова, и мы ее доем. Скажите, а чемоданчик у вас не за великий? Да не, я думал, что наоборот маленький. Тому взял немножко пакетов. Дай Бог все влезе. Извините, а какую сумму вы хотите брать? Четыреста пятьдесят миллионов евро. Прошу, почему не пятьсот так удобнее? Пятьсот погано делится на четыреста пятьдесят человек. Мы же там все куми. Вы же не хотите, чтобы мы посварились, правильно? Слушайте, а тут все, с Кипра никого не было? Бо я одразу в офшор вывел, чтобы два раза не бегать. Не? Ну ладно, ладно, потом. То есть вы так открыто признаете, что у вас в стране есть коррупция? Какая коррупция? Когда кум куму дает деньги, то семейные отношения. Так, батюшка Никодим. Так, так, добрався вашими молитвами. Что, что? Поставили свечку за меня? Дякую. Что, что? Дякую, под храм не припаркуешь? Ха, смешно, смешно. А что конкретно вы хотите? Бентли Сильвер Спур. Ничего себе. С иконками в торпеде? А какие иконки? Цифровые или аналоговые? Анимированные? Вы даете в ногу со временем? Все будет, все будет, давайте. Ничего себе. Прошу, а вы на какие цели? На что берете кредит? Ну, в основном на борьбу с корупцией. И что, постоянно дают? Прикинь. Вона все росте и росте, а они все дают и дают. И замкнутий круг. А какие у вас умовы по кредиту? Ну, там треба пенсийный век поднять, цены на газ поднять и провести гей-парад. И вы все выполнили? Ну, кроме одного, я хочу спросить, «Чи можно цены на газ не поднимать, а провести два гей-парады?» Потому что газа у нас маловато, а участников парада хватает. «Ничего себе! Германия! У вас что, тоже кризис?» «Найн! Я нихт не понимать! Мы никаких кредитов не берем, а долг все растет и растет!» «Какое ощущение, что его вместо нас кто-то берет!» «Ничего, ничего! Мы разберемся, Швайне!» «Не разберутся! Там схема такая запутана, что я теряюсь!» «Ваши покрыть! Так, все! Вы, как прерва!» «Блин, достали! У вас такая же самая?» «Ни! Мы беремо гроши, инвестуемо и через рік повертаемо!» «А мы беремо гроши, а потом через рік еще беремо гроши!» «Калиспера!» «Э, э, э, э! Куды преш тут, черга! Алло!» «Это Греция, они здесь почти живут!» «Ничего себе!» «Я вообще, если честно, не понимаю, зачем вам брать кредиты? У вас богатая страна, вы можете обивать газ, продавать его в Европу и получать за это деньги» «Вот ты сам себе чуешь? Вот на что этот геморрой? Рыться с земли, в багню, что-то добивать, потом продавать! На что это все, как чтобы можно просто приехать и взять наличман!» «Ну, если вы только берете, как вы собираетесь возвращать?» «А я не собираюсь возвращать! Хай возвращают те, кто выборы выиграют! У нас так!» «Ух, рассчитался!» «Витаю! Ха-ха-ха-ха!» «Поздравляю!» «Энхаристо, займите мне очередь, я скоро вернусь!» «Вообще не понимаю!» «Зачекайте, у вас что, гроши не доходят до населення?» «Да за что тому населенню гроши платить? Сидят біля телеку на диване, релаксують, а я тут парюсь в тесном костюме! У сьоми години ранку! К суботу!» «А вы не думаете, что люди могут взбунтоваться и выйти на улицы?» «У нас все продумано! Якщо они начнут бунт, мы им сразу горячую воду оп и дадемо!» «Розумеешь? Ніхто з вами вылазить не буде!» «А комісія МВФ?» «Да шо комісія? Шо комісія?» «Ну как, они к вам приедут и будут несколько дней проверять, куда вы потратили деньги!» «Я взагалі не розумію наше несколько дней! Якщо выстачить и 15 хвилин!» «З Борисполя сразу едешь на кончу заспу, дивишься на будиночки и розумієш, где ці грошики осіли! И все!» «Но если комісія все-таки найдет утечку средств?» «Ну тоді ми будемо діяти радикально!» «Ми цих МВФ в цю базу миротворець! Ніхто к нам не в'їде! Я тебе точно кажу!» «О, а ти куди? Ти хто такий вообще?» «Я? Лихтенштейн!» «Лихтенштейн! Слухай, тут у нас черга!» «Мне ровно на 8 назначено!» «Давай?» «Давай!» «Сейчас! О, блин, кошелек забыл! Польша, дай десятку!» «Все прошу?» «Та дай десятку! Я тобі колись не віддавав!» «Ніколи!» «Все зараз не віддам! Давай, давай, давай!» «Ну, домовились?» «Домовились!» «Окей! Все! Я пішов!» «Куда ви так спішите?» «Так, ну, куди? У нас ж там банкет по поводу получення транша. Хочу встигнути» «Без вас не почнуть» «Уже третій день бухають!» «А мені ще стол оплачувати!» «Так, а блин! Забув! Тоже зараз…» «Ну як?» «Очень правдоподобно!» «Клас!» «Зразу видно, що ви в цьому діле професіонал!» «Блин, трохи не попалився! Потримает годинник и Лихтенштейну его не показывает, потому что это два бюджета Лихтенштейна. У меня такое ощущение, что кто-то из МВФ крестил его ребенка. Або вы не коханцы. Вон! Вон! Пошли отсюда! Вон! До тех пор, пока не поборете коррупцию суда, ни ногой! Выбачьте. Ничего, прорвемся. Все будет хорошо, ребята! Субтитры подогнал «Симон»!